Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Президент Тарстана встретился с участниками универсиады. КФУ в рейтинге вузов, продвигающих цели ООН. Как применяются иностранные языки в профессиональной деятельности? Ректор КФУ Ильшат Гавуров принял участие в совещании актива Общероссийского народного фронта. На встрече был обсужден ход реализации общественных предложений по повышению качества жизни граждан. Напомним, что накануне Рустам Мениханов провел совещание по реализации проекта Общероссийского народного фронта, направленного на развитие палеотивной помощи в регионах России. К другим новостям. 5 апреля в резиденции главы республики состоялось награждение призеров и победителей Всемирной зимней универсиады 2019 года. Спортсмены республики, в число которых вошли и студенты КФУ, не только вернулись домой с большой победой, но и внесли собственную лепту в развитие студенческой жизни всей страны. Подробнее в нашем сюжете. 5 апреля состоялась встреча президента Республики Татарстан Рустама Мениханова с призерами и победителями 19-й Всемирной зимней универсиады 2019 года, прошедшей в Красноярске. В мероприятии принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Татарстан в составе сборной России представляли 25 спортсменов. По итогам Всемирных студенческих игр спортсмены Республики Татарстан завоевали 8 медалей. 4 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую. Татарстанские спортсмены продемонстрировали высокое спортивное мастерство, незагибаемую веру в победу, целеустремленность, достижение цели. Вы достойно представили нашу республику на Всемирной универсиаде. Благодаря вашим результатам зимние виды спорта получают новый импульс к развитию нашей республики. Рустам Мениханов подчеркнул, что в Татарстане уделяется особое внимание развитию олимпийских видов спорта, массовому и профессиональному спорту, качеству проводимых спортивных мероприятий, созданию современной спортивной инфраструктуры, а также поддержке спортсменов. Дорогие друзья, мы гордимся спортсменами, тренерами, которые представляют Татарстан на мировой, ну и нашими волонтерами. Уверен, впереди вас ждут очень немало громких побед. Вы будете дальше дарить незабываемые эмоции своим поклонникам и продолжите писать яркую историю спортивных достижений республики и нашей страны. В завершение встречи он вручил благодарности президента республики Татарстан спортсменам, тренерам и волонтерам. Университеты, да, это, конечно, важный старт и очень приятно то, что нас так поддерживает и поощряет президента, что столько внимания. Спасибо республике и Рустаму Нагалевичу. Вообще, ну, конечно, я довольна своими результатами, но олимпийские игры – это все-таки основная цель. КФУ вошел в рейтинг лучших университетов, продвигающих цели ООН в области развития человечества. О том, что это значит, смотрите далее. 3 апреля журнал Times Higher Education, специализирующийся на освещении актуальных вопросов высшего образования, а также один из лидеров в области оценки качества деятельности университетов, опубликовал новый рейтинг, посвященный оценке влияния вузов на процесс реализации целей устойчивого развития, сформулированных Организацией Объединенных Наций наперед до 2030 года. Идея возникла в 2015 году, когда было специальное заседание ООН, и они, ну, посредством глубокой аналитической работы, как ретроспективной, так и форсайтов на будущее, то есть они определили 17 целей, ну, скажем так, или 17 приоритетов, которые с точки зрения мировых ученых, мировой общественности и руководителей стран являются первостепенными. В новом ранжировании оценивался вклад университетов в реализацию 11 из 17 целей ООН. Казанский федеральный университет подал данные по четырем целям и занял позицию в диапазоне 201-300, опередив множество ведущих российских и зарубежных вузов. По отдельным направлениям КФУ показал еще более высокий результат. Так, в категории принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями стал 37-мым среди лучших университетов мира. Самый большой, наверное, с точки зрения финансовой отдачи результат достигнут в области эко-нефти, то вот и здесь 37-е место мы получили в мире, то есть это тоже, ну, я хочу сказать, очень уникально, среди университетов, осуществляющих работу с изменением климата. Кроме того, видимые результаты были достигнуты в реализации таких целей. Обеспечение здорового образа жизни и содействия благополучию для всех в любом возрасте, обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни и для всех и укрепление средств достижения устойчивого развития и активизации работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития. Где у нас, ну, скажем, хорошие позиции, это отмечает и общепредметный рейтинг, это развитие качественного образования на всех уровнях, то есть включая дошкольное, школьное, профессиональное и, ну, скажем, университеты третьего поколения. Здесь у нас позиция 101-200. В общем зачете Казанский университет занял 9-е место среди вузов Российской Федерации. Камиль Гемастинов, Виолетта Басова, Универньюз. Институт международных отношений Казанского федерального университета организовала международную научно-практическую онлайн-конференцию. О чем говорилось на конференции в нашем следующем сюжете. 5 апреля в Казанском федеральном университете прошла международная научно-практическая онлайн-конференция «Иностранные языки в области профессиональной деятельности», организаторами которой стала кафедра иностранных языков для естественно-научного направления. Института международных отношений Казанского федерального университета. Международная конференция, поскольку она непосредственно будет при участии Казахстанского университета города Астаны. В течение онлайн-конференции преподаватели с разных городов Республики Татарстан выступали с докладами на тему преподавания иностранного языка для студентов с естественно-научным направлением. Также обмен информацией по онлайн-связи проходил непосредственно и с преподавателями Казахстана. Кафедра преподавателей, их огромный перечень. Мы подготовили сертификаты, они будут безусловно о методике преподавания, преподавании иностранных языков для разной студенческой аудитории. В дальнейшем кафедры иностранных языков для естественно-научного направления планируют расширять свои связи, что позволит им сотрудничать с университетами Европы. Естественно, все это мы расширим, будем расширять связи, потому что и цель нашей кафедры, как и других кафедр, это именно выйти и на Европу. Алсус Атарова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Дистанционное образование становится все более актуальной темой для дискуссий и инноваций. Этим занимаются как подразделения КФУ, так и институты в других городах. Подробнее в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ, начиная с прошлого года, функционирует студия цифрового образования, задача которой заключается в изготовлении выпуски учебных материалов, предназначенных для массовых открытых онлайн-курсов и электронных образовательных ресурсов. Это позволяет Елабужскому институту осуществлять деятельность в сфере дистанционного образования. Онлайн-курсы на сегодняшний день набирают большую популярность во всем мире, и наш ВУЗ не стал исключением, конечно же. Пока это больше экспериментальная работа, то есть мы смотрим, каким образом мы можем усовершенствовать преподавание тех или иных дисциплин. Современные цифровые технологии, используемые при создании учебных фильмов, позволяют существенно сократить производственный процесс и сделать учебный материал более интересным и качественным. Принцип наглядности обеспечивается благодаря интерактивной доске и цифровой указке, с помощью которых можно размещать и передвигать любые объекты на экране. Программно-образовательный комплекс Джолинга в первую очередь создан для того, чтобы упростить работу преподавателя по созданию видеоконтента. И, следовательно, весь технологический процесс изготовления одного видео для МООКа значительно ускоряется. Опыт разработки онлайн-курсов для электронных образовательных ресурсов в Елабужском институте КФУ существует уже несколько лет. Новый вектор развития, выбранный вузом, позволяет повысить качество образовательного контента и совершенствовать компетенции самих преподавателей. Напомним, что система Джолинга присутствует в большинстве структурных подразделений Казанского федерального университета. На этом все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч!